Галине Васильевне 77 лет, а этой котельной, говорит женщина, еще больше. О свежем воздухе в районе вокзала приходится лишь мечтать. Каждый отопительный сезон с неба валит едкий дым и падают мазутные хлопья. Во рту, по словам местных, даже появлялся привкус нефти. Ведь оборудование котельной настолько изношено, что загрязнение идет в промышленных объемах. Последние пять лет жители с вокзальной обращались и в прокуратуру, и к местным экологам, и к руководству РЖД с просьбой обезопасить их от вредного предприятия. Например, поставить фильтры или перейти с мазута на газ. Приезжали комиссии, говорят люди, но толку от них было ноль. Всегда был дым, и никто ничего не может. Экология говорит, что все в норме. Прокуратуре звонила, разговаривала с ними. Они говорят, что у железной дороги нет на это денег. Мазут, вот самый, наверное, не знаю, какой привозят мазут. Как начинают перегонять, это невозможно, что тут дышать нечем дома. Задыхаемся. Эта котельная на балансе РЖД, но стоит-то она в городе. И в мэрии нам пояснили, что реконструировать котельную и заменить топливо на экологическое железнодорожникам не позволяли финансы. Тем временем, владимирцам, на которых регулярно выпадают черные осадки, приходится каждый год раскошеливаться на чистку своей одежды. Вот тоже так же шла, и вот я мимо на работу. Эта труба дымила вовсю. И, видимо, вся копоть вниз шла. Я посмотрела, у меня все пальто, все в саже. Отдавала химчистку. Кто платил? Опять я. Надо было тогда на них, что ли, мне жаловаться. Они, чтобы мне платили, так? Вот я сам провожаю дочек школы. Даже одежда, вот светлая курточка одевается, она всегда пятно. Я могу там снять это все. Мы каждый раз не будем покупать. Мы не миллионеры, которые... Сколько можно говорить? Перед туристами стыдно, говорят таксисты. Китайцы рядом с этой котельной фотографируются, как с историческим экспонатом. А гарь от нее летит и на вокзальную площадь, и на соборную, где оседает на машинах и куполах церквей. Когда ветер идет направление на Успенский собор, там тоже весь в дыму. И площадка вся, которая осмотр заклязминских дали, тоже в дыму. Мазут или чем они топят, вся эти вот точки, крошки летят на машины. Машины плохо отмываются. Даже на мойку приезжаешь, не с первого раза все это отмывается. И, опять же, немаловажный фактор, что всем этим дышишь. И ты, когда здесь стоишь, работаешь, и люди, которые приезжают, тоже очень много возишь людей и жалуются именно вот на эту проблему. С вопросом, когда же на улице вокзальной можно будет дышать полной грудью, мы отправились в саму котельную. Там нас встретил ответственный за производство и порадовал, что скоро. По словам сотрудника, старую котельную демонтируют уже в следующем году. А на ее месте появится тепловой пункт, подключенный к ТЭЦ. Закроется котельная, и все, котлы работать не будут. Будет сделан тепловой пункт, и поставлено там это как раз свое оборудование, и будет уже питаться от теплоэлектросутраль. Решение и города, и управление железной дороги, и все. Эту информацию нам подтвердили и в городской администрации. Котельная действительно устарела, и жалобы владимирцев обоснованы. Сейчас в мэрии как раз обсуждается и согласовывается инвестиционная программа, которая решит судьбу котельной РЖД. Естественно, город участвует в утверждении этой инвестиционной программы, но сам инвестор – это федерально интегрированная компания с руководством в городе Москве. Если РЖД, чиновники и инвестор найдут общий язык, то уже в следующий отопительный сезон на вокзальную улицу придет централизованное теплоснабжение, и всем здесь задышится легко.